Одна сторона треугольника равна 4, а вторая сторона – это 60% от третьей. Одна сторона треугольника – это 4, а отношение друг к другим – это 3 к 5. Задача. Докажите, что периметр этого треугольника меньше 20. Спасибо, что вы сказали. Очень важная вещь. В этом году будет курс, который я последний раз читал в Флоренции. У меня школа. Совершенно замечательный город. Удалось съездить в Италию. Мы там неделю провели в маленьком городе Матерпучано. И чуть больше недели провели в известном на весь мир городе Флоренция. Так вот, там я это делал, но там было совсем мало учеников. Записи я, кстати, так и не выложил до вопроса. Они так и ждут, когда я их обработал, выложил. Но в этом году будет действительно для вас, для всех очень советую туда пойти. Сразу после этого кружка, собственно, так и задуманно, чтобы мы там приходили на диагенцию, оставались бы на это делать. По комбинаторике, теории вероятности. С – это 5, а В – это 3, а – 4. Да. Тогда признаков равенства, не равенства треугольников работает вообще. У меня все замечательно, но вообще-то, когда числа относятся как 3 к 5, это вовсе не означает, что одно из них равно 3, а другое 5. Я знаю. Да. Если, например, в два раза больше, тогда получается В равно 6, а С равно 10. Но тогда у нас при этом А и Б, тогда если мы сложим А и Б, то это не будет больше, чем С. что противоречит этому виду. Да. Соответственно, если мы будем ходить больше в стороны, то у нас точно видят за границей. Да. Значит, единственный вариант – это когда… Вы посмотрели, когда это 3 и 5, посмотрели, когда это 6 и 10. А есть еще масса других вариантов. Смотрите, два числа, вы берете числа 3 и 5, умножите их не на единицу и не на двойку, а скажем, на одну целую 7400. Я тебе тоже вполне приятно. Что вы на самом деле должны были сказать? Вы должны были сказать, что у нас есть числа В и С, представимые как и О. В – это 3 икс, а С – это 5 икс. Для какого-то там икс. И в результате у вас есть треугольник, смотрите, с какими сторонами. Одна сторона – 4, другая сторона – 3 икс, третья сторона – 5 икс, а просит вас доказать, что 4 плюс 3 икс плюс 5 икс меньше 20. Сможете? То есть 4 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 10 плюс 10. Да. Затем на 8 икс меньше 16. Да, и то угодно. Нужно доказать, что 8 икс меньше 16. То есть х меньше 2. Да как это доказывать? Все, не знаю. Среди песни. Хорошо. Прямо с треугольников. Я сейчас не помню, какое из них. Но это не нужно. Вы уже все сейчас. Нет, нет. Задитесь. Потом выходите. Хорошо. Задачат? 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 Ну, слушайте. Вот эти вот ваши значки, они очень сильно забивают. Потому что вы ей так меньше написали, как-то хит, да? Дай, да. Не будем все эти медики расследовать. Пишите на следующий строчек, то, что вы хотите. Задачат. 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 Неверно. Неверно. Неправильность, неразь, наоборот. 4 плюс 6 десятых С больше С. Это совсем не то означает, что вы написали. Вы можете из обеих частей радиуса вычесть 6 десятых С. Тогда у вас слева останется 3, а справа будет 4 десятых С. И что это означает? И что это означает? И что это означает? 5, 2, 4, плюс 1, х, а большая, 5, х. Ну, знаешь, она, может быть, даже сумма, а он больше третьей. Единственное, не умеет писать х. А так-то хорошо. Ну, а она похожа для этого? Нет, не похожа. Единственное, что написать очень похоже на нее. Буква Х вот как-то уже чуть не имеет. Или пишите вот так, или пишите так, но не пишите букву Капа. Потому что это уже 3 четвертый. Да? Значит, дальше у нас 4 больше чем 2 Х. Ну, получается, что 2, а больше чем 3. Просто не давать следующие. Да. Ну, и вот он вот этот вот прикод. Спасибо. Да. А теперь смотрите. Посмотрите сюда. То, что вы написали, не увидите. То, что я написал. У кого понятия? Да нет, это уже поздно. Уже все поняли. Так, договорились? Договорились. Слушайте. А вот интересно. Это мы так объяснили, что периметр не может быть слишком большим. Термина, да? Да. Кстати, здесь ведь тоже можно было. Если у нас 4 больше чем 4 десятых, значит, 40 больше чем 4 С. Согласны? Да. А 40 больше чем 4 С, значит, 10 больше чем С. Вот. 10 больше чем С. А тогда В меньше 6. И у нас получается вот это вот. 4. Это меньше. В меньше 6. В меньше 6. В меньше 6. С меньше 10. И в сумме меньше 20. Все понятно? Да. А теперь давайте задам такой вопрос. А больше чего? То есть, представьте себе, у вас есть треугольник. У него одна сторона равна 4. Вторая сторона – это 60 процентов, а третья. Мы точно объяснили, что периметр у такого треугольника меньше 20. Замечательно. А больше чего? Да. Больше 4. Больше 4 – это правда. Это правда. Периметр больше 4. Всем понятно, почему? Потому что у вас просто одна сторона уже есть 4, а другие положительные чиселы. Больше 4. Оказывается, можно сделать более 12. Да? Больше 8? А почему? Ну, потому что лучше, чтобы 2 другие стороны были больше этой стороны, а дальше 4 плюс какая-то другая сторона будет по-любому больше 30. Конечно. Конечно. Вы все же правы. Господа. Вот у вас есть сторона 3 и 4, и у вас есть вот эти вот две стороны B и C. Ну, одна из них там 60 процентов, а другой. Ну, собственно говоря, какая она разница в 100 процентов? Важно, что, в принципе, эти две стороны больше в сумме, чем 4. Правильно? Сумма вот этих двух отрезков больше, чем 4. Понятно? Да. И, значит, в периметрах больше чего? Больше 4. Больше 4. Отлично. Отлично. Эту задачу мы решили. Эту задачу мы решили.